Всем привет на канале All Dutchman! Сегодня мы с вами продолжаем заседание нашего политического клуба и тема выборы в Европарламент. Многие говорят, что это просто ужас, что сейчас творится в Европе, нужно с этим что-то делать, нужно как-то решать эту проблему. В первую очередь проблему нелегальной миграции, вот этой неконтролируемой миграции, захватившей практически всю Европу. В частности, пройдемся по Германии. После выборов в Европарламент все бывшие пять земель ГДР, бывшие ГДР, избрали единодушно ультраправых во власть. Вся же остальная Германия, скажем так, старая Германия или территория бывшей ФРГ, отдала предпочтение альянсу ЦДУ-ЦСУ или, как вы говорите, ХДС-ХСС. И этот альянс будет иметь больше голосов, в два с лишним раза больше голосов в Европарламенте, чем фракция, допустим, вот этих ультраправых. Но сами ультраправые, придя в парламент, они получают 12 мест. То есть, будут ли они иметь право весомого голоса высказывания своего мнения и требования, вернее, настаивания на исполнении своего мнения, пока еще неизвестно. Вызывает интерес тот факт, что в Германии после такого сумасшедшего провала партии СПД и канцлера Шольца стали муссировать слухи о том, что правительство давным-давно должно уйти в отставку. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер неоднократно говорил о том, что правительство должно уйти в отставку. Он это говорил два года назад, он это говорил год назад, и сейчас он опять затронул эту тему после выборов в Европарламент, потому что само правительство просто-напросто вгоняет страну в рецессию, вгоняет страну в такой непоправимый хаос, из которого нужно будет выбираться десятилетиями. Что же думают жители Восточной Германии после выборов в Европарламент? Кто-то из них говорит, что они устали смотреть на вот эту неконтролируемую волну миграции, кто-то должен эту волну остановить, поэтому они голосовали за ультраправых, за партию АФД. Кто-то говорит, что они просто устали от того, что творит сегодняшнее правительство, СПД и зеленые, и свободные демократы. Нужно что-то с этим делать, поэтому они от безысходности пошли и избрали в Европарламент ультраправых. Что же делает вся остальная, скажем так, консервативная Германия? Именно территория бывшей ФРГ, они избирают альянс ХДС, ХСС. Почему? Потому что согласно этому альянсу, по фактам историческим и политическим, с 80-х годов, этот альянс стоит у власти ФРГ и достаточно прочно и хорошо, чем и способствует экономическому росту страны. В Европарламенте также интересен тот факт, что французы во главе с Макроном потерпели сильнейший крах. В Европарламенте его коалиция провалилась. И места получат с французской стороны Мари Лепен, также ультраправая, и ее верховный кандидат, которые тоже стоят за контроль нелегальной миграции, за ее прекращение и депортацию всех тех людей, которые не соответствуют нормам поведения в нормальном демократическом обществе. Что же сделал у нас месье Макраун? Как говорится, рыба тухнет с головы. Но он пошел другим путем. Помните, как говорил Ленин? Не таким путем надо идти, мы пойдем другим путем. Он распустил парламент. Естественно, назначив выборы на какое-то определенное время, для того, чтобы пришли новые министры, пришли новые кандидаты, депутаты, якобы со свежей головой. Но не кажется ли этому Эммануэлю Макрону, что в первую очередь обязан был уйти он в отставку? Так как благодаря и его политике, внешней в первую очередь политике, и миграционной политике, во Франции происходят такие сильнейшие беспорядки. Что же будет теперь у нас с Украиной, которая теряет такого стратегически важного партнера в лице Эммануэля Макрона, пока неизвестно. Зеленский поставлен между двух огней, или как между молотом и наковальней. С одной стороны его давит Россия, с другой стороны Байден вроде бы разрешает применять вооружение, через неделю отменяет свое решение. И тут проваливается на выборах Эммануэль Макрон, его лучший друг, его, скажем так, стратегический партнер. В Великобритании его трогать не будем, там вообще люди не то что они консервативные, им наплевать на материк, потому что они живут как бы на острове. И все, что происходит вокруг, на материке, они на это смотрят как через экран телевизора. А давайте мы сделаем вот так. Может быть это будет лучше, может быть это вызовет у нас больший рейтинг нашей телепрограммы, чем что-то другое. Примерно вот так живут английские министры. Но, но, для Германии вот такие выборы в Европарламент означают следующее. Сам правящий альянс, сегодняшний вот этот вот светофор, СПД, свободные либералы и зеленые, на следующих выборах в Бундестаг, они просто-напросто теряют практически все позиции. Что же касается зеленых, они вообще высыпаются в трубу. Хоть и председатель партии зеленых выступила на встрече со своими избирателями, со своими однопартийцами и сказала, мы будем пытаться добиться альянса с правящими партиями, потому что мы тоже хотим управлять страной. Ну, вы уже доуправлялись страной до такой степени, что дальше некуда. Допустим, вот вам пример. У нас в городе совсем недавно происходил референдум, народный референдум по вопросу, строить ли у нас в городе трамвайные пути или нет. Но не просто в городе, а еще в округе, протянув эти пути километров на 50, что-то так через пригороды и так далее. Первоначальная сумма, которая уже была вложена в этот проект, в агитацию, в плакаты, в привлечение архитекторов, превысила 600 миллионов евро. Те, кто стояли за этот проект, они говорили, что все это обойдется в 1 миллиард 200 миллионов. Ну, вы сами подумайте, трамвайные пути, провести коммуникации, линии, закупить оборудование, привлечь рабочих, растянуть эту стройку на несколько лет, как минимум лет на 10, вряд ли одним миллиардом тут обойдешься. Тут нужно потратить миллиардов 10, а то и 15-20. И, в общем, у нас проводился референдум. По итогам референдума, те люди, которые стояли за проведением трамвайных путей, проиграли. 53% всех отдавших свои голоса проголосовали против этого сумасшедшего проекта на основе того, что вот у нас, по примеру, автобана вокруг города, стройка тянулась 5 лет, это были постоянно сумасшедшие пробки, ежедневно были пробки, ежедневно были аварии, минимум 2-3 аварии в день проходили, но, наконец-то, стройка закончилась. Была вложена гигантская сумма денег. В некоторых участках основная стройка закончена, остались только маленькие участки на разъездах, на крестах. Все это приводится сейчас в порядок, и потом уже, может быть, года через два, это все затихнет окончательно. Что же касается вот этой вот стройки, вот этого вот проекта. К этому проекту, трамвайным путям, свою руку прикладывали также зеленые. То есть, для того, чтобы построить тут рядышком с городом вокзал для вот этих вот трамваев, ну, они сказали, да, 600 деревьев, да ерунда какая, вырубим, разровняем площадку, забетонируем, построим. Это зеленые, это зеленые. И вот такие вот их бездумные проекты, которые, в результате которых, они уничтожают природу, вырубают леса, осушают озера, они считают это борьба за экологию, они считают, что это борьба за климат, они считают, что они правильно поступают. И вот такие люди у нас сидят в правительстве. Многие политики, многие министры тоже сказали нашему канцлеру, что пора бы уже думать об отставке, причем уже открыто. На одной из передач по итогам вот этих выборов в Европарламент один политик, по-моему, от партии СПД или от левых назвал открыто Элис Вайдель, сопредседателя партии АФД, следующим, ну, высказавшись о ней, буквально следующим образом. Он сказал, мы, создавая правительство в нашей земле, не хотим, чтобы рядом с нами правили нации. Она тут же его прервала, сказала, простите, вы только что назвали меня нацией. И до него дошло, что он сказал. Да. Все. Она подала на него заявление. Даже, хорошо, она ультраправая, у нее сверхконсервативные взгляды. Вся партия АФД тянет нас в ту сторону, которую когда-то ушла Германия в 30-е годы прошлого столетия. И вот так, даже между политиками друг друга оскорблять, это не комильфо. Естественно, она подала на него заявление в полицию, там будут разбираться, что к чему. В худшем для него случае его просто-напросто оштрафуют. Ну, а если бы это был простой гражданин, его бы посадили в тюрьму. Вот вам двойные стандарты немецкой политики и вообще политики в целом. Некоторые товарищи утверждают, что, ну, наконец-то, если теперь в Европараде пришли вот эти ультраправые силы, консерваторы и вот эти вот либералы, либеральные христиане, скажем так, не либерасты, о которых вы могли подумать, это совсем другая когорта, это вот эти с радужными флажками, пусть где-то там тусуются в клубе «Голубая устрица». Многие считают, что вот эти вот консерваторы, социальные либералы и ультраправые наконец-то наведут в Европе порядок, остановив волну вот этих вот неконтролируемых нелегальных беженцев, неважно, будь то в Италии, в Греции, в Германии, во Франции, в Голландии. И что эти же многие считают, Европа надавить на Украину с целью остановить войну с Россией и пойти на уступки российского правительства. С одной стороны, это имеет под собой позитивную основу в том плане, что война закончится, люди смогут наконец возвращаться домой. Но министр семьи в Германии заявила, что все украинцы, которые здесь работают, находятся также не только под защитой канцлера, но и под ее защитой. То есть она будет стоять на их праве оставаться там, где они хотят. Других же они задерживать не будут. Иными словами, все те украинские беженцы, проживающие здесь на территории Германии, вынуждены будут и не работающие вот уже два с половиной года, мотивирующие это тем, что они не знают языка, что они не умеют работать и так далее, и так далее, они будут вынуждены вернуться обратно к себе на родину. Как их там примут на родине свои же земляки, это уже совершенно другой вопрос. Совершенно другой вопрос. Даже само правительство Зеленского, который, кстати, по итогам опросов политических и социальных резко потерял в рейтинге среди местного населения в стране, если в начале войны, он в конце февраля 22-го года у него был рейтинг свыше 90% среди населения страны, то сегодня его рейтинг едва ли подходит к отметке 60%. Страна устала от войны. Люди устали, люди не хотят воевать, люди привыкли жить под пятой диктатора. Не важно, будь этот диктатор русский или будь этот диктатор украинский. Будет он с ними разговаривать по-русски или он будет с ними балакать на ридной мове. Им все равно. Главное, чтобы у них в домах, у них в деревнях, в городах было тихо, спокойно и мирно. Вот чего хотят там люди. Как будут развиваться события дальше после распределения вот этих вот мест в парламент, в европарламент? Это действительно вызывает интерес. Это действительно вызывает интерес. И, соответственно, на ближайшие несколько лет европейская внешнеэкономическая политика будет меняться. Причем будет меняться кардинально. В какую сторону? Посмотрим. Единственное, что я хотел бы в конце сказать, практически все политики врут. Они говорят одно, делают другое, думают третье. Точно так же, как господин Зеленский, когда он шел на своей предвыборной кампании на финишную прямую, он говорил, все прекрасно помнят его слова. Как только я стану президентом, я через две недели закончу войну на Донбассе. Еще у него были такие слова. Он готов сесть даже с чертом за стол переговоров, чтобы только прекратить войну на Донбассе. Он пришел к власти, и что же началось? Он начал задирать налоги для населения, налоги на коммунальные услуги, на газ, на свет, на все остальное. Люди стали просто задавать себе вопрос, что же такое, мы же избирали этого человека для того, чтобы он сделал нашу жизнь лучше. А оказалось, что он сделал жизнь лучше только для себя. Ну и естественно, о своих обещаниях предвыборных он точно так же забыл, как это забывают все политики. Поэтому не будем обольщаться мыслью и гаданием о том, что новый состав депутатов Европарламента действительно способен навести порядок на всей территории Евросообщества. Лично я отношусь к этому скептически. Как они будут работать, покажет время. Вот такие вот у нас на сегодня были с вами новости. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok